Максиму Фёдорову всего 12, однако талантов не перечесть. Мальчик серьёзно занимается хоккеем, а в свободное от тренировок время увлекается живописью. Сегодня он старательно рисует натюрморт. Красивая работа – это результат практики и настойчивости, уверен юный художник. Также нужно знать несколько нехитрых правил, тогда работа обязательно получится. Не надо добавлять много воды, рисовать аккуратно, не уезжать за контуры и стараться. Детский смех, улыбки, радость и атмосфера добра. В Самаре прошёл праздник «Большая перемена» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята показывали свои таланты в конкурсно-развлекательной программе, рисовали, делали поделки из цветной бумаги и участвовали в спортивных соревнованиях. При подготовке этого мероприятия мы исходили из нашего девиза «Мы разные, но мы равные». И мы знаем, что у наших ребят тоже интересы очень разносторонние. Они также хотят заниматься спортом, двигаться вперёд. Многие очень талантливые, кто-то проявляет себя в живописи, кто-то прекрасно лепит или что-то делает ещё руками. Поэтому мы разделили по интересам. Развлекали маленьких гостей герои из любимых мультфильмов. На самом деле мы прибыли из разных мультиков. Мы познакомились с Розочкой и Цветаном и придумывали самые интересные задания. И я думаю, что ребята с ними точно справились. Конечно, ведь отдача была такой волшебной. Эти горящие глаза, эти выкрики, эти хлопки, ну просто прямо в сердечко. Да, это было просто невероятно. Да, мы даже познакомили ещё с нашими друзьями. И с лягушкой-квакушкой, и с нашими собачками. И много-много у нас друзей. По словам организаторов, проводить подобные встречи важно. Они помогают людям с ограниченными возможностями в социализации и заставляют выйти из дома. Человек замкнут в четырёх стенах. И когда появляется возможность выйти за эти четыре стены, это уже здорово. Для родителей – это одеться, умыться, выйти. Для ребёнка – это увидеть что-то новое. И вот этот социум меняется. Хорошая природа, хорошая погода, хорошее настроение, вкусная еда. Это всё здорово. Самые активные получили полезные подарки. Ксения Баканова, Пётр Поломеев. События.